ВОЛЬФ МЕССИНГ В 1910 году в один из госпиталей Берлина привезли 11-летнего мальчика. Ребенок чистил обувь прохожим и упал на улице в голодный обморок. Врачи, не обнаружив у него пульса, констатировали смерть. Но на следующий день один из студентов-медиков вдруг обнаружил, что у пациента едва слышно, но все же бьется сердце. Спустя месяц после клинической смерти бывший чистильщик обуви сделал фантастическую карьеру в берлинском цирке. Посмотреть на чудо мальчика собрался весь город. На глазах у всех он остановил сердце, привел сам себя в каталептическое состояние, похожее на смерть. Что же произошло с Мессингом в мире мертвых? И почему тысячи людей, переживших клиническую смерть, получают удивительные способности? В мире много тайм. Одна из них будет раскрыта сегодня. Встреча по ту сторону света. Какое зашифрованное послание передал Вольф Мессинг своей единственной ученице? Он мне написал ироклифы. Сон длиною в 14 лет. Сенсационные признания женщиной, которую похоронили заживо. Сам он был разорван, и я уже сидела, прислонившись к стенке. Что видел в ином измерении Николай Караченцев? И кто на самом деле помог ему вернуться в наш мир? Я же слышал все время твой голос. Коля, возвращайся. Ты же даже не говорил, ты кричала. Зачем умершие возвращаются с того света? Если человек еще не завершил, то ради чего он появился здесь на свет, то тогда он вернется. Изгоняющий дьявола болгарский экзорцист спасает бессмертные души. В меня словно вселился кто-то, и я был сам не свой. И уникальные доказательства существования жизни после смерти. Я увидел свое тело без души, а душа, видимо, смотрела на это тело сверху. Тайны мира. Воскресшие из мертвых. Здравствуйте, с вами Анна Чапна. Мы расследуем самые странные и загадочные явления, происходящие в современном мире. На протяжении десятилетий исследователи пытаются ответить на вопрос, а есть ли жизнь после смерти? Тонатологи, то есть те, кто изучают смерть и все, что с ней связано, утверждают, что смерть – это прекращение жизнедеятельности организма, имеющее необратимый характер. В таком случае возможно ли так называемое воскрешение из мертвых? И можно ли говорить о тех, кто перенес клиническую смерть, что они были мертвы? В 2011 году голландские исследователи выступили с сенсационным научным заявлением. Сознание человека не зависит от физиологических процессов, происходящих в его мозге. Так рухнул один из основных постулатов физиологии о том, что наше сознание является неотъемлемой функцией мозга. Теперь кардиолог Пим Ван Ломель, возглавляющий группу исследователей, намерен экспериментально доказать существование бессмертной души. Он собрал группу из 344 человек, переживших клиническую смерть. В итоге нам удалось доказать, что сознание наше способно самостоятельно существовать в другом измерении. Оно продолжает функционировать и после остановки сердца, и после остановки деятельности мозга. Очевидно, что после смерти душа перемещается в иное вещество. Впервые о феномене выхода души из тела заговорили в 20-е годы минувшего века, когда в результате прогресса реаниматологии увеличилось количество больных, буквально вернувшихся с того света. Эти люди рассказывали о своих видениях во время клинической смерти, причем рассказы эти были во многом схожи. Есть движение по какому-то пространству, есть свет где-то впереди, и если человек возвращается, то он получает какой-то знак или сигнал о том, что туда еще рано, нужно еще вернуться. Если человек еще не завершил, то ради чего он появился здесь на свет, то тогда он вернется. Этот человек навсегда остался загадкой. Вольф Мессинг предсказал гибель Гитлера и победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. За год до начала Второй мировой войны он говорил, Германия падет в ночь с 8 на 9 мая. Для этого человека не было преград. На глазах следователей НКВД он проник в алмазный фонд СССР и получил в Госбанке 100 тысяч рублей под честное слово. Мессинг безошибочно предсказывал будущее вождей простых обывателей, но мало кто знал, откуда этот странный человек черпает свои знания. Вольф Мессинг мог удерживать внимание целого зала. Эта способность удерживать и управлять огромным количеством энергии, вот эта способность концентрироваться и считывать мысли человека, это, конечно, необычайный феномен. Сегодня нам удалось приоткрыть тайну Вольфа Мессинга. Единственный человек, с которым медиум поделился самым сокровенным, живет в Москве. Ольга Мигунова много лет была ассистенткой и ученицей великого медиума. Она вспоминает, в 1966 году их свела какая-то мистическая сила. Вместе с мамой она пришла на выступление Мессинга в Геленджике. У меня был 18-й ряд, мы пришли на концерт, и вдруг выходит Вольф Мессинг. Он подходит к моей маме, говорит, вы видите Олю из зала, она мешает моим экспериментам. После выступления Мессинг пригласил Ольгу в Москву. Он заметил, что девушка обладает необычными способностями. Она буквально гипнотизировала людей взглядом. Именно поэтому Вольф и не мог выступать в тот вечер. Ольга стала ученицей Мессинга, и однажды мастер доверил ей чудовищные подробности собственного обучения. Кома, в которую Мессинг впал в подростковом возрасте, была лишь первым его путешествием в загробный мир. Оказывается, медиум десятки раз почти убивал себя, пытаясь проникнуть в тайны смерти. Он рассказывал, что он от голода упал в обморок. У меня была клиническая смерть. И он очнулся в морге. И, как он рассказывал, что после этого он потом ложился в хрустальный гроб, зарабатывал деньги. Он находился в каталепсе по много часов. Много позже Ольга узнала, насколько опасны такие путешествия. В 1993 году, во время одного из выступлений, у нее остановилось сердце. Врачи сказали, что в состоянии клинической смерти она находилась около трех минут. Ольга утверждает, для нее эти мгновения растянулись на годы. В стране смерти с ней общались сотни людей. Но запомнила она только последнюю встречу со своим учителем. Я находилась в том мире, который там, в загробном мире. Я все видела. Как я хожу по саду, как я гуляю, как все люди, все в белом одеянии. Там вот я видела морг. Как он мне сказал, тебе еще рано здесь быть. И я от этих слов проснулась. Вернувшись к жизни, Ольга обнаружила, что большинство привычных предметов вдруг обрели совершенно неожиданные свойства. Например, до своего путешествия в иной мир она даже не догадывалась, что рисунки Мессинга – это не просто набор случайных линий символов. Этот рисунок мастер набросал после одного из путешествий в потусторонний мир. Сейчас Ольга понимает, что медиум составил зашифрованное послание на двух сторонах одного листа, словно бы намекая на присутствие двух измерений в жизни человека. Это завещание Вольфа Мессинга еще предстоит расшифровать. Реаниматолог Алексей Старченко сотни раз вытаскивал людей с того света. У врача есть всего 5-7 минут, чтобы вернуть жизнь человеку, у которого остановилось сердце. Клиническая смерть, которая связана с остановкой сердца, с остановкой дыхания, это, конечно же, выход души из тела. Визуально человек изменяется совершенно четко и явно. То есть вот до момента клинической смерти этот живой человек, и мы его видим, что он живой человек, как только душа улетела, он превращается в труп. Но ни один медик не ответит на, казалось бы, простой вопрос. Что на самом деле спасает пациента? Мастерство врачей или реаниматологам помогают силы, которые неизвестны науке? Удивительно, но описания побывавших на том свете людей совпадают даже в деталях. Темный тоннель, в конце которого виден свет. Кто-то слышит при этом странные неземные звуки. Кто-то просматривает события прожитой жизни, но словно в обратной перемотке. Другие говорят, что встречают своих родственников, давно ушедших на тот свет. Смотрите после рекламы. Клиническая смерть с точки зрения врачей. Мозг начинает разрушаться, возникают психотические состояния. И глазами тех, кто побывал в мире мертвых. Я осознала, что я уже не живу, но я понимаю, что я еще думаю. Для чего люди возвращаются с того света? Мне сказали, что была клиническая смерть, я умер. Исследователи из Денбургского и Кембриджского университетов выступили с версией, что мозг пытается адаптироваться к факту смерти и рождает галлюцинации. Необычный шум пациенты слышат из-за нехватки кислорода. А проносящаяся перед глазами жизнь является следствием постепенного умирания клеток памяти. Процесс происходит в обратном порядке, поэтому сперва возникают более старые картины. Сегодня в нашей программе мы попробуем проанализировать, что на самом деле происходит с человеком после смерти. Люди, возвращающиеся из клинической смерти, имеют различного рода видения и состояния, как если бы они были на самом деле. Прежде всего, это невесомость, полет, наблюдение себя со стороны извне, наблюдение за действиями реанимационной группы. Врачи говорят, что самое распространенное видение умирающего – некий тоннель, в конце которого виден свет. С точки зрения медицины, это всего лишь галлюцинации, вызванные гибелью клеток мозга. Туннельное зрение, оно связано именно с тем, что какая-то часть зрительного нерва начинает реагировать на отмирание коры головного мозга, и идет вот такое сужение. Вполне возможно, что первыми отмирают зрительные нервы. Они-то и наполняют сознание образами, самым ярким из которых является опыт рождения, выход на свет из материнской утробы. Головной мозг повреждается, кора головного мозга отключается временно, и человек теряет восприятие. Причем это может быть и глубинный процесс. Сначала это кора головного мозга, затем более глубинные отделы. Но нам удалось выяснить, что далеко не все видения укладываются в привычную картину клинической смерти. Сегодня мы изучим и сравним опыт тех, кому удалось вернуться с того света. Народный артист России, доктор медицинских наук, оперная певица, болгарский журналист – это будут абсолютно разные люди. Их объединяет одно – они видели иной мир. Мы узнаем, что им открылось, и как изменилась их жизнь после смерти. Каждый день для него – это маленькая победа над собой, над болью, над своей болезнью. Автомобильная катастрофа разделила его жизнь на две части. Трагедия произошла почти 8 лет назад. Но жена Николая Караченцева, заслуженная артистка России Людмила Поргина, помнит тот день, словно это было вчера. Я приехала в эту больницу и вот увидела разорванные вещи, окровавленную дубленку. И по глазам медсестер поняла, что надеги у нас никакой нет. И ровно в 4 часа ночи началась операция, которая длилась до 8 утра. Я стояла все время на коленях и молилась. Николай Караченцев был в коме 25 дней, и врачи не были уверены, что он выйдет из нее. Уже позже сам актер расскажет жене, все это время он находился в ином измерении. Когда уже стал более-менее говорить, он сказал, что он был с мамой, был с папой, что там очень хорошо, что там какая звучит музыка. Я говорю, а с кем ты был? Я говорю, с двумя мужчинами. Они меня все время вели за руки. Я так предполагаю, что это два ангела, которым мы показывали все эти райские гущи. Он вернулся с того света ради своей жены. Актер словно застрял между двумя измерениями. Он видел загробную жизнь, но слышал голос из нашего мира. Вместе с врачами за жизнь Николая Караченцева боролся самый близкий ему человек. Я же слышал все время твой голос. Коля, возвращайся. Ты же даже не говорила, ты кричала, ты орала. Я говорю, да, я тебя кричала все время душой. Я старалась не спать, чтобы все время держать с ним связь, чтобы все время говорить, Коля, возвращайся, давай, я жду, я жду, я жду. И он говорит, я понял, что надо вернуться. Едва придя в себя, Николай сказал Людмиле, нам надо обвенчаться. Словно бы на том свете он узнал что-то такое, о чем не мог сказать раньше. Через полгода после операции и клинической смерти они пошли к алтарю. Сегодня доктор Бубновский возвращает людей к нормальной жизни, хотя совсем недавно сам не мог передвигаться без посторонней помощи. Во время службы в армии Сергей попал в чудовищную автокатастрофу. Врачи говорили, офицер вряд ли выживет. Видимо, водитель заснул и не увидел впереди стоящей машины, у обочины. На скорости 90 км в час он въехал в нее. И моя жизнь кончилась. Мне сказали, что была клиническая смерть, я умер. Бывший военнослужащий говорит, в этот момент жизнь не пронеслась перед глазами. Наоборот, он хорошо видел, что происходит с его телом после аварии в реальном времени. И Федя, мой водитель, лазил по мне и говорил, Сережа, Сереженька, не умирай. Он плакал. Я ничего не чувствовал, я просто видел себя сверху из того мира. Я увидел картину той своей аварии, в которую попал. Такое было ощущение, что я сверху смотрел на себя. С высоты Сергей видел, как его увозит скорая помощь. Как врачи говорят, что он потерял слишком много крови. А потом на несколько мгновений весь привычный мир вдруг исчез. Ты вдруг с этим прощаешься и попадаешь в какой-то космос, где твоя душа летит в каком-то громадном космическом корабле. Ты понимаешь, что душа бессмертна, это я ощутил. Я увидел этот космический корабль. И мне стало страшно, что я больше никогда не вернусь в нормальную реальную жизнь. Что я там, в космосе, в большом винтик. Но душа Сергея вернулась на Землю. Он открыл глаза в палате реанимации и понял, что его жизнь теперь имеет вполне определенный смысл. Ему дали шанс, и он обязан его использовать. Сейчас доктор Бубновский применяет свою систему реабилитации для людей, получивших тяжелые травмы. Он стал лечить пациентов, которых другие медики могли бы назвать безнадежными. Сергей считает, что это и есть его миссия, ради которой некая сила вернула его из мира мертвых. Эта женщина даже не подозревала, что умеет петь. Во время родов Гайне оказалась на грани жизни и смерти. Сердце женщины остановилось на пять минут. Это критическое время, после которого нет возврата. Однако реаниматологи не сдались и вернули Гайне к жизни. Женщина говорит, в момент клинической смерти она, как ни странно, прекрасно понимала, что происходит. Есть жизнь после смерти. Я осознала, что я уже не живу, но я понимаю, что я еще думаю и чувствую. Ни туннелей с ярким светом, ни ангелов, ни демонов Гайне не видела, но чувствовала, с ней происходит что-то особенное. Она слышала красивую мелодию, которая с каждой минутой становилась все громче. Огромные колокола. Их вибрация необыкновенно долгая, очень красивая. От этой вибрации вся твоя сущность вибрирует. И от вот этого колокольного звона становится необычайно приятно. Но самое удивительное случилось позже. Гайне пошла в церковь при древнем армянском монастыре. Она зашла в храм и вдруг услышала ту самую мелодию, звучавшую в загробном мире. У нее возникло ощущение, что все вокруг поют. И она запела сама. Обретение сильного и красивого голоса Гайне до сих пор считает чудом. Для болгарского журналиста Йенса Краснева поездка по Москве стала настоящей дорогой в ад. В новогоднюю ночь нетрезвый Йенс сел за руль и на полном ходу врезался в фонарный столб. Я не знаю, как все случилось, не понимаю, как я свернул с дороги. Вроде ехал нормально, вдруг столб перед глазами. Затормозить я просто не успел. Когда на место ДТП приехали врачи, сердце водителя уже остановилось. Йенс говорит, что в этот момент он почувствовал нестерпимый жар, а в следующую секунду увидел себя в настоящем аду. Был неимоверный жар, как будто я стою посредине огромного костра. А самое страшное, вокруг крики, стоны, но никого не видно. Клиническая смерть длилась 3 минуты. Но Йенсу показалось, что он находился в этом страшном месте в вечность. Что же происходит за те 5-6 минут, когда реаниматоры возвращают умирающего из небытия? Действительно ли за тонкой гранью жизни находится загробный мир или видение, все-таки можно объяснить с точки зрения физиологии. Мнение о том, что существует рай и ад, может быть как галлюцинаторное состояние отображаться в тех видениях, которые видит человек во время клинической смерти. Интересный факт. Никто из героев нашей программы не наблюдал черного туннеля с ярким светом впереди. И вся жизнь не проносилась у них перед глазами. Их видения сложно назвать галлюцинациями. Николай Караченцев отчетливо слышал голос супруги, молившей Бога о его возвращении. А Сергей Бубновский видел собственное тело и бригаду врачей, пытающихся его реанимировать. Выход из физического тела, экстериоризация, это выход в определенную другую частотную зону. То есть это реальность, куда выходит душа или астральное тело человека, она по частоте не совпадает с частотой реальности нашего мира. На самом деле это все абсолютно реально. В момент клинической смерти энцефалограмма показывает прямую линию. Происходит остановка сердца, умирает мозг. Человек не может думать и тем более анализировать происходящее. Но как тогда объяснить, что каждый из этих людей, находящихся на грани жизни и смерти, испытывал реальные чувства. Одни радость и спокойствие, другие тревогу и страх. Побывавший там и вернувшийся, можно сравнить как с человеком, перед которым приоткрылась дверь, которая позволила ему заглянуть вот в иное бытие, ну и потом дверь закрылась. Что он увидел? Самое главное, как он увидел? И еще более важно, как он интерпретировал увидение. Вот это, наверное, имеет большое значение. Смотрите далее. Может ли наше сознание существовать вне физического тела? Кроме тела смертного, имеется еще некая бессмертная субстанция, которую мы называем душой. Как сущности из иного мира захватывают тела живых людей? В меня словно вселился кто-то, и я был сам не свой. И что ищут в нашем мире души, которым не удалось уйти на покой? Эти кадры были сняты на Пятницком кладбище Москвы. Вокруг этого места ходит много загадочных историй. Одна из них – легенда о белом призраке, который появляется ровно в полдень и гуляет по тропинкам между крестами. Работники кладбища говорят, что неоднократно видели своими глазами, как парящая в воздухе фигура возникала между могилами. По одной из версий, 20 лет назад при загадочных обстоятельствах на кладбище умер Иван Коротков, который проработал более 30 лет могильщиком на этом погосте. Работники уверены, что душа Ивана до сих пор следит за покоем тех, кто похоронен здесь. Многие исследователи считают призраков одним из доказательств существования души. Ведь она может перемещаться отдельно от тела. Считается, что привидения – это и есть неупокоенные души, которые не могут вырваться из нашего мира. Кроме тела, тела смертного, имеется еще некая бессмертная субстанция, которую мы называем душою. Смерть означает разделение, то есть отделение души от тела и некое самостоятельное существование души вне тела. Понятие души – одно из ключевых во всех религиях мира. Наука, как ни странно, тоже не отрицает, что у каждого человека есть не только тело, но и некая неизученная, нематериальная субстанция. Мы прикасаемся к тому, что человеческим языком сознание просто непередаваемо и невообразимо. Пока человеку, вступившему, заглянувшему за эту дверь. В прошлом веке американский ученый Дункан МакДугал решил экспериментально доказать, что у человека есть душа. Он провел серию весьма спорных с этической точки зрения опытов. Умирающих больных МакДугал помещал на сверхточные весы, фиксируя массу тела до и после смерти. Опыт дал фантастические результаты. Оказалось, что после остановки сердца человеческое тело становится легче. В статье для научного журнала «Американ Медисин» исследователь писал. Неоспоримым результатом экспериментов, проводимых с участием умирающих пациентов, является доказательство того, что в момент смерти происходит внезапная потеря веса тела, что не может быть объяснено никакими естественными причинами. Действительно ли этот потерянный вес есть вещество души? Нам представляется, что это именно так и есть. Исследователи утверждают, есть люди, у которых в теле находятся сразу две, а иногда и больше душ. В состоянии клинической смерти, во время глубокого гипноза или в момент серьезного психического напряжения, человек абсолютно беззащитен перед атаками из иного мира. Во время этого стресса, экстериоризации, расширения, человек может, ну, скажем так, подцепить астральную сущность нижнего плана. То есть оно может возникнуть не только во время клинической смерти, оно может возникнуть во время просто выхода в астрал, экстериоризации, во время сна, например. В 40 лет житель болгарской столицы Цинкомилев вдруг проснулся за странным ощущением. Ему стало казаться, что в его голове появилось совершенно чуждое сознание. Цинко вспоминает, это было похоже на сумасшествие. Он отчетливо понимал, часть мыслей ему не принадлежит. В меня словно вселился кто-то, и я был сам не свой. Словно этот кто-то думал за меня, принимал решение. Мои близкие и друзья не узнавали меня. Цинко побоялся идти к врачам, ведь все симптомы укладывались в картину типичной шизофрении. Священник Георгий Гелеманов сказал ему, что, возможно, произошло вселение чужой души в живое тело. Этот феномен в христианстве описан как одержимость бесов. Демоны всегда подстерегают людей. Цинко повезло. Священник оказался опытным экзорцистом. Одним из тех, кому свыше дана уникальная способность – изгнание демонов. Православные священники действительно способны изгонять демонов из этого мира. К каждому ритуалу священники готовятся особым образом. Изгнание беса – чрезвычайно опасное занятие. Малейшая ошибка, и демон молниеносно захватит новую жертву. В первые минуты после пробуждения Цинко даже не осознает, где находится. Спустя полчаса он начинает рассказывать о том, что теперь чувствует себя свободным. В какой-то момент мне стало так плохо, показалось, что тело словно разрывают на части. А затем внезапно ощущение какой-то легкости. Может, это действительно бес во мне какой сидел? А сейчас вышел. Смотрите после рекламы. Эта женщина спала 14 лет. Какие уникальные способности из иного измерения она перенесла в наш мир? Я могла сквозь стены проходить, могла левитировать. Похороненные заживо. Кто становится жертвой литургического сна? Трактатор Средневекович, пишут, запрещает захоронить до появления признаков тления. Реальное пространство или игры разума? Существует ли загробный мир на самом деле? Вот мы вставляем ключ, и дверцы открылись. Норвежка Августина Олигард попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она уснула сразу после родов и очнулась только спустя 22 года. Женщина была такой же молодой и красивой, как в тот день, когда заснула. Ее первой фразой была «Принесите мне покормить ребенка». Каково же было удивление женщины, когда она увидела перед собой девушку, как две капли, похожую на себя. Этой женщине 47 лет. Она обожает играть в куклы, любит рисовать. И все свободное время проводит с дочерью на детской площадке. На востоке, на востоке. Я катаюсь, не то, что хочется. Я катаюсь, я хочу кататься на горках. Катаюсь на горках, катаюсь на каруселях. Конечно, этого людям не понять, но для меня это нормально. Сама Назира Рустемова долго скрывала от дочери, что в своем детстве она ни кукол, ни качелей не видела. Когда Назире было 4 года, ее похоронили заживо. Назира родилась в горном кишлаке под городом Туркестан Южно-Казахстанской области. С рождения девочку мучили сильные головные боли. Во время одного из приступов она потеряла сознание. Врачи областной больницы констатировали смерть. Девочку похоронили по местным обычаям. Тело завернули в саван и поместили в семейный склеп. В этот же вечер дедушке Назире приснился сон. Дедушке приснился сон, что они якобы совершили грех, заживо захоронив меня. Он сказал отцу, и они меня выкопали. Ну, папа рассказывал уже, когда он спустился за мной в могилку, я там не лежала, саван был разорван. И я уже сидела, прислонившись к стенке могилки. Девочка словно спала, прислонившись к стенке. Родители были уверены, их дочь жива. Назиру опять отвезли в областную больницу, затем в научно-исследовательский институт в Ташкенте. Там, под наблюдением врачей, она, не приходя в сознание, пролежала 14 лет. За последние три года в мире зафиксировано около 60 случаев литургии. Люди спят годами, и никто не может объяснить, почему. Иногда человек выходит как бы сам, проходит какой-то период времени, иногда несколько недель, иногда несколько месяцев. А потом как бы просыпался. Ну, вот прямые закономерности неизвестны. Насколько я помню, в истории медицины известно, что человек спал около 30 лет или 40 лет. Это вот самый длительный период. Наблюдения за больными показывают, что процессы физического развития в этом состоянии сильно замедлены. Внешне люди не меняются, зато потом наверстывают свой возраст стремительно старее. Только в Англии в начале 20 века ежегодно заживо хранили до 2,5 тысяч человек. В 1960 году здесь изобрели первый аппарат, который улавливает даже незначительную активность сердца. При первом же испытании в морге среди трупов оказалась живая спящая девушка. С тех пор в Англии в холодильных камерах моргов есть колокол с веревкой. Чтобы оживший покойник мог позвать на помощь. Если сейчас погребение заживо уже фантастика, то еще 100-200 лет назад случаи похорон живых людей были не такой уж и редкостью. Очень часто могильщики, выкапывая свежую могилу на старинных погостах, обнаруживали в полуистлевших гробах скрюченные тела, по которым было видно, что они пытались выбраться на свободу. Удивительно, но средневековые врачи подозревали, что далеко не всех покойников можно считать мертвыми. В трактатах средневековых пишут, запрещается хоронить до появления признаков тления. А признаки тления – это как раз ранние и поздние трупные явления. Появились – можно хоронить. По подсчетам специалистов, примерно каждая третья могила на средневековых кладбищах представляет собой захоронение людей, впавших в литургический сон. От таких трагических случайностей в то время никто не был застрахован. По ошибке живьем хоронили и простых обывателей, и богатых горожан, и даже великих поэтов. Знаменитый итальянский поэт Франческо Петрарко, живший в 14 веке, в возрасте 40 лет, тяжело заболел. Однажды он потерял сознание. Его сочли умершим и собрались похоронить. Но, к счастью, закон того времени запрещал хоронить покойников раньше, чем через сутки после кончины. Очнувшись уже практически у своей могилы, Петрарко сказал, что чувствует себя превосходно. После этого он прожил еще 30 лет. И интересно, что в 14-15 веках европейские химики довели до совершенства искусства отравления. В то время можно было заказать смерть на любой вкус, быструю, мучительную, в определенный день и час, а для особых случаев – яд, от которого жертва засыпала смертельным сном. Как раз такие вещества принимают африканские колдуны-предсказатели для того, чтобы путешествовать между мирами. Внешне их состояние напоминает литургический сон. Но душа в этот момент каким-то образом попадает в иное измерение. Что же видят люди, дух которых оказался по ту сторону света? Назира Рустемова провела 14 лет в литургическом сне. Сама она говорит, что все это время она не спала, а жила вполне полноценной жизнью. Только в другом мире. Все эти 16 лет я жила в другом измерении, там, где нет зависти, злости, нет нужды в деньгах, нет ненависти, где царит полная гармония. Проснулась Назира внезапно от телефонного звонка. Врачи были в замешательстве, ведь по сути никто не верил, что у этой истории может быть счастливый финал. В 20 лет Назире пришлось учиться всему, что ее сверстники давно изучили в школе. Но какое-то время она еще сохраняла способности, которыми обладала в ином измерении. Ученые не могли поверить в происходящее. Перед ними был сверхчеловек. Я могла сквозь стены проходить, могла левитировать, могла одновременно находиться здесь, с вами, там, с кем-то, еще где-то с кем-то. Поразительно, но многие действительно возвращаются с того света совсем другими людьми. Об этом говорят и врачи, которые в своей работе постоянно сталкиваются с состоянием клинической смерти. Душа, побывавшая за гранью смерти, каким-то образом получает феноменальный опыт. Она может возвратиться с каким-то опытом и с каким-то плюсом качественным. Вот вопрос, как используется. То есть я не думаю, что это мозг просто включил какую-то дополнительную структуру. Может быть, структура существует в мозге, но ее нужно чем-то наполнить, эту структуру. То есть как бы вот есть замок, вот мы вставляем ключ, и дверцы открылись. И возможности реализованы. Смотрите после рекламы. Эксперимент программы «Тайны мира». Гипнолог отправит душу этого человека в эпоху динозавров. Левая рука, след за правой, поднимается. Расправляешь крылья для полета. Как совершить путешествие в иное измерение во время сна? Это на уровне мозга, но для большинства людей это все-таки астралы, астральные путешествия. Опасное пробуждение. Чем грозит человеку выход в астрал? В результате наступает уже не клиническая, а окончательная смерть. Как не проспать собственную жизнь? Ученые уже много знают о литургии, но процесс пробуждения для них по-прежнему загадка. Нет лекарств и способов, чтобы вызвали человека из сонного царства. Дмитрий Мельников не знает нотной грамоты, но вот уже несколько лет пишет музыку. Композитор признается, мелодии сочиняет не сам. За ними он отправляется в далекое прошлое, на миллион лет назад. Может, не помню, в какой период, куда я там был. О нем даже трудно рассказывать, и всегда не хочется рассказывать. Невероятно, но Дмитрий Мельников утверждает, его душа способна перемещаться во времени и пространстве. Во время этих астральных путешествий он и слышит мелодии, которые потом воспроизводит дома. Совершить прыжок во времени ему помогает сеанс гипноза. Есть версия, что душа человека, находящегося в гипнотическом состоянии, действительно может покидать тело. Это не смерть, не клиническая смерть, да? Это состояние здорового человека, но в особо измененном состоянии сознания, да? Те состояния, они болезненные, да? Они болезненные, они между накрами жизни и смерти. Мы решили провести эксперимент. Кандидат медицинских наук Игорь Разыграев введет Дмитрия Мельникова в состояние гипнотического сна. Мы узнаем, способна ли душа существовать отдельно от тела. Аналогичные методики часто используют тибетские монахи и шаманы. Опытный йог, погружаясь в транс, может довести свое тело до такого состояния, что становится похожим на только что умершего человека. Кожа синеет, он перестает дышать, практически останавливается сердце. В таком состоянии он совсем не чувствует боли и может очень долгое время обходиться без пищи и воды. Фотомодель Мария Форца уверена, войти в астрал на короткое время может любой человек. Сама девушка практикует подобные путешествия в иную реальность вот уже 8 лет. Мария утверждает, что нужно лишь научиться управлять своим сознанием во время сна. Это на уровне мозга, но для большинства людей, которые давно это еще практикуют, они считают, что это все-таки астрал, астральные путешествия, потому что им не верится, что это настолько реально. То есть это настолько новое для людей, настолько непривычно, что им кажется, что это что-то фантастическое. А на самом деле нет. Это обычное фазовое состояние мозга. Чтобы погрузиться в трансовое состояние и войти в астрал, композитор Дмитрий Мельников прибегает к помощи профессионального гипнолога. На наших глазах Игорь Разыграев отправит душу Дмитрия в путешествие по иным мирам. Левая рука вслед за правой поднимается. Ты расправляешь крылья для полета в прошлое. Гипнотического полета в прошлое. Состояние, которое испытывает Дмитрий, в чем-то похоже на клиническую смерть. У человека в состоянии гипноза вся жизнь проходит перед глазами, а затем душа покидает тело. Находясь в трансе, Дмитрий рассказывает о том, что видит во время своего путешествия. Я ты, кто ты. Я слышу пение. Пение. Запомни, запомни его, запомни его. Запомни его, и потом распродерешь на фортепиано. Удивительно, но похожие видения были у людей, переживших клиническую смерть. Во время сеанса Дмитрий действительно слышал музыку. Вполне возможно, это одна из его будущих композиций. Сменяются отчетливо явственные картины, которые одновременно и ощущаешь, как говорится, всем телом. Иногда даже осязательно. И вот с этим переходом возникают не только видения, но и замечательные какие-то мелодические композиции, как веяние ветра. Наш эксперимент помог доказать тот факт, что в теле действительно живет некая сущность, которую мы привыкли называть душой, и что она может существовать отдельно от тела. Именно это и объясняет феномен клинической смерти, когда люди помнят и знают те вещи, которые не могли или не должны были знать. Выходит, что душа имеет собственную память, отдельную от нашего разума. Мозг – сложный компьютер, очень сложный компьютер, в котором есть часть, которую мы называем сознание, и часть, которую мы называем бессознательное. Многие исследователи считают, человек попадает в иной мир чуть ли не каждый день. Во время сна душа тоже на некоторое время покидает тело. Например, предки южноамериканских индейцев верили, что душа спящего отправляется в невиданные путешествия. К утру она возвращается, и человек пробуждается ото сна. Масса примитивных культов, которые просто жестко возбраняют вторжение в жизнь спящего человека. Нельзя будить спящего, ни при каких обстоятельствах. Почему? Потому что в данный момент его душа путешествует по особым маршрутам. У нее своя жизнь. Она разъединена с телом. Если ты его разбудил, вот растолкал раньше времени, он проснулся, физически, что мы называем, а души в нем нет. И в результате наступает уже не клиническая, а окончательная смерть. С точки зрения теории параллельных пространств такое вполне возможно. И эксперты предполагают, что рядом с нами существует огромный мир, который недоступен для нашего восприятия. Мозг человека даже теоретически не способен понять, что там происходит. Зато душа легко путешествует между мирами. Мы живем сейчас в этом трехмерном пространстве, в котором существуем с вами. Параллельно существует другое историческое пространство. Может быть, там где-то сейчас убивают Карла Первого на эшафоте. Это выход души из тела и возвращение. Это переход в параллельное пространство. В параллельном пространстве человек что-то увидел. То есть получил какой-то опыт с параллельного пространства, но получил, наверное, побывав там, какие-то возможности регуляции оттуда и переносит их сюда. Сейчас исследователи активно ищут новые доказательства бессмертия души и пытаются раскрыть тайны потустороннего мира. Есть ли жизнь после смерти? Пока достоверного ответа на этот вопрос найти не удалось. Одно ясно точно. Рано или поздно эту тайну узнает каждый. Клиническая смерть это последнее напоминание человеку, что он в жизни поступает неверно с точки зрения природы. И у него есть шанс исправить свою жизнь. Куда уходит человек после смерти? Кто-то считает, что в небытие. Для кого-то ближе понятие рай и ад. К осознанию смерти каждый подходит по-своему. Но умирать боятся почти все. Ведь в любом случае там нас ожидает неизвестность. Или все же этот мир гораздо сложнее, чем мы себе его представляем. Похоже, он еще многих из нас удивит. Даже после смерти. С вами была Анна Чапман. В мире еще много тайн, которые нам предстоит раскрыть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова